Hola amigos! Канун нового года это время чудес, но знаете, когда вот мечты сбываются, а если в более глобальном плане, когда страна, какая в неловком положении находящаяся, совершив прорыв в науке и технике, врывается в будущее, полностью энерго-независимы и самодостаточны. Но разве это не чудо, да во времена нынешние? И я не знаю, о какой вы подумали, но я о Великой Британии. Где ученышки долго бились над вечным двигателем, но на фоне новостей мировых сомнений их одолевали. И вот, собственно, то самое, что их и одолевало, и в пустую канализацию заваливало, и оказалось тем самым нещерпаемым ресурсом вдохновения, сырья, то есть. А когда мысли такое дошли, так от радости чуть и не обрадовались. Ведь продукт получился выдающимся. Не какой-то там бензин или дизель, а по составу в нулину реактивное топливо. Там даже испытания провели с международными авиационными органами. И на выходе оказалось, что самолетики на таком топливе на 90% экологичнее обычных. Но что важнее, дальность полета прям мое почтение. Главное британцев побольше на борт загружать и кормить ударными темпами. Но чтоб сырье поставляли без задержек. И вот он самолетик мечты по заметам Бербак, что сможет на сотни тысяч километров между городами летать. Ну, собственно, с энерго-независимостью сынака и поздравляем. Не смейте меня обвинять, что меня в какую-то вот там тему понесло. Охренительная тема. Новогодняя. Ну, может, конечно, не везде, но на Западе это прям сейчас топ-тренд. В Эстонии так аж с 19-го года. Ёлки из туалетов делают. Год от года ярус поднимаю. А знаете такую примету? Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Да, а там, походу, не знают. Но, если исходить из статьи, то это стало уже традицией. Так что, ох. Ладно. Хорошая тамада страна и традиции подстать. Да и в Италии тема тоже зашла. Правда, это был а-ля протест. Ну, вот из-за наплыва мигрантов и того, что они вытворяют. Но какая там, то бишь, вот примета-то... Да неважно, к чему им в тонкости вникать. А меж всем папа. Тот, который Франциск, уж не знаю, чем руководствовался. Точнее, ну, конечно же, знаю. Озвучивать не буду. Но движняк с реформированием католической церкви дает свои плоды. И вслед за благословлениями всех и вся, и вычеркиванием Иосифа, заменяя его на представителя противоположного пола. Ну, чтобы вот вертеп с Девой Марией лучше ценностям и реалием отвечал. Или в кадре смотрелся. Церковь продолжает идти в духе времени, тренды отрабатывая. И вот уже в Голландии прихожане, и не только, могут слушать Слово Божье, не отрываясь от повседневных новогодних увеселений. Не, ну о чем? Мысль же огонь. Катаешься себе на конечках, прям в церкви. Органная музыка. В рясе, может, кто что затирает. А ты вроде и в церковь сходил, и с детьми приятное время провел. Единственное, если вот на коньках не очень уверенно стоишь, в случае чего слова подбирать надо. Ну, а то как-то вот, ну, не пристало, да в таком месте до матом. И кто-то, наверное, задался вопросом, эко ж их так, уж не легализация или разные такой приход дали, или приход на крылья, приход на крылья, во. Но нет, по заявлению организаторов, движняк этот в Бельгии стартанул, где церкви давно стали и библиотеками, и гостиницами, и барами, и скалодромами, и ночными клубами. Так что каток это вообще вот детский лепет. И сразу вспомнил заставка из Нового Папа, вот с Малковичем и Джуд Лоу. Ну, прям вот точно в дырочку. А во Франции под Новый год решили обрадовать студентов. Но если кто помнит, летом кто-то идею там закинул. А давайте-ка студентикам на время Олимпийских игр пыром по копчику пропишем из общак. А вместо них организаторов и гостей расселим. А они пока на улице покантуются. Не, ну а чё, лето же тепло. Ну, там сразу суды пошли. И вот на днях Верховный и Макронный постановил, что идея прям будьте улебезны. Но не гоже прям так вот гранит науки грызущих из голой попки-то и на улицу. Так что, о счастливчикам под расселение, щедрот республики, оцепят 100 евро и билетик на галерку, ну, куда-нибудь на что-нибудь неинтересненькое. Ну, на этих самых играх. Ну, а если кто не заметил, то мы пережили последнюю неделю 23-го. Но я не об этом. Дорогие вы мои, спасибо вам, что этот год вы были со мной. Проживали, а, проржали, проржевали его вместе со мной. Ваши комментарии и та атмосфера, что сорила на канале, это целиком ваша заслуга. Спасибо за ваше доверие, помощь и участие, что давало и силы, и желание творить контент изо дня в день. Ну, и офигевать от происходящего за окном, конечно. Но зато вместе. И что будет дальше, я не подскажу. Но с учетом того, как раскрывались мировые политики в уходящем году, уверен, контента точно не убавится. А там еще и череда выборов в ЕС и в США. И ой, чё будет, чё будет, держите меня семеро. С наступающим Новым Годом! Удачи во всем, что бы ни задумали. Здоровья, терпения, счастья и любви. И, конечно, в любой ситуации сохраняйте чувство юмора. Будьте на позитиве. И нет, не буду банальщину нести про мир выжил, потому что смеялся. Или буду... Не, ну согласитесь, это правда. И увидимся числа третьего. По идее, должен отойти. Ну, определенно. Пока. Субтитры подогнал «Симон»